Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, 30 августа, за богослужением читается Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 по 27 стих. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. Вовремя оно, прииди Иисус в дом, и собрась опаки народ, Яку не мощи им ни хлеба ясти, и слышавше, и жебях у него из-за душа да имут его. Глаголаху бой, яку неистов есть, и книжницы, и жаты Русалима исшедши. Глаголаху, яку вильзи вула имать, и яку князе бесовстим изгонит бесы. И призвав их в притчах глагола шаим, как уможет сатана сатану изгонить. И аще царство нася разделиться? Не может стать и царство то. И аще дом нася разделиться? Не может стать и дом той. И аще сатана воста сам нася и разделися? Не может стать и, но конец имать. Никто же поможет сосуды крепкого, вшед в дом Его расхитить, ащи не первое крепкого свяжет, и тогда дом Его расхитит. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в себе вельзивула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его. Событие, о котором повествует евангелист Марк, происходит в Капернауме. И, возможно, через продолжительное время после избрания апостолов. Об этом говорят несколько фактов. Во-первых, автор Евангелия не употребляет после избрания учеников привычного выражения «тот час». Во-вторых, к Спасителю пришли его ближние, а путь от Назарета, где они проживали до Капернаума, был неблизким. Поводом их прибытия стали слухи о Христе, которыми наполнялась Галилея. Слава об Иисусе из Назарета, как о чудотворце, распространилась по всем окрестностям. К дому, где остановился Христос, толпами начал сходиться народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Речь идет о том, что люди заполнили тот двор дома, где обыкновенно проходила трапеза для гостей, так что Спасителю с учениками негде было преломить хлеб. Родные Иисуса Христа поспешили в Капернаум, так как опасались за его жизнь. В дальнейшем Евангелист Марк раскроет нам, что это были мать, братья и сестры Спасителя. Чтобы обезопасить Христа и увезти его домой, они предпринимают попытку объявить его нездоровым, что якобы он вышел из себя. Александр Павлович Лопухин поясняет. Родные не считали Христа безумным, но думали только, что ему нужно отдохнуть от страшного душевного напряжения, в котором он тогда находился и в котором даже забывал о необходимости подкреплять свои силы пищи. И сам Христос далее не обличает своих родных за то, что они хотели увезти его, и вовсе не считает нужным доказывать, что находятся в добром здравии. Он только отклоняет их претензии заботиться о нем. Также слух о проповеди Иисуса Христа достиг и пределов Иерусалима, откуда поспешили книжники, чтобы дать оценку новому проповеднику. Слыша об лечении ложного образа жизни религиозной элиты иудейского общества и находя повод в нарушении предписания норм и правил законов, книжники объявляют, что Господь имеет в себе Вейльзивула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Эта фраза была вставлена евангелистам в повествовательный ряд не случайно. Книжники, образованные люди, тонко чувствовавшие настроение толпы, не произнесли бы ее напрасно. Слова о бесноватости Иисуса указывают на недоумение обычных людей, встретившихся со Христом. Никто и никогда не имел такой власти над демонами, как Иисус из Назарета. И потому непостижимую силу легче было приписать Вейльзивулу, забыв о Боге. На это Господь отвечает притчей о разделившемся царстве, комментируя которую священномученик Григорий Шлиссимбурский пишет. «Как ты можешь в хорошем деле опираться на плохое? Как ты можешь, борясь в себе с какой-либо скверной, заласкивать в себе же другую неправду? Разве эта последняя неправда, будучи укрепляемой, позволит тебе выгнать сродное себе? Разве сатана, зло, выгонит сатану, другое зло? Суть притчи Спаситель выражает в следующих словах. «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Чтобы понять значение этих слов Господа, нужно вспомнить выражение, которое встречается нам в первой главе данного Евангелия, где о Христе свидетельствует Иоанн Креститель, говоря «Идет за мною сильнейший меня». Так в этой притче мы находим сильнейшего. Это сам Господь. Именно Он одержал победу над сатаной в пустыне, отвергнув его искушение, таким образом связав его. Теперь Спаситель разоряет его дом, отнимая у него его вещи, то есть освобождая людей, лишая бесов власти над теми, кем они владели. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, говорит о триумфе нашего Спасителя. Он начал опустошение дома сатаны, освобождая окружавших Господа людей от влияния бесов. Но также в этом чтении есть пример для каждого из нас, победы иного рода. Книжники приходят оскорбить Христа, повесить на Него ярлык сумасшедшего, бесноватого человека. Но Господь не отвечает оскорблением на оскорбление. Он не вешает похожие ярлыки. Он стремится разъяснить, открыть людям истину, вне зависимости от того, примут они ее сейчас или нет. Хорошо было бы научиться такому терпению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры подогнал «Симон»!